Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тиньфам и с вами Лена. Итак, апрельский влог. Сегодня у нас прекраснейшая погода, обещаю даже 20 градусов. Смотрите, какая она мне блузочка, вся в цветочек, принт, шелковая, легенькая, все так красиво. Мы идем на набережную гулять, хочу кое-что для вас заснять, как меня просили. И да, что ж, мне надо спешить, потому что меня ждут, да, мой муж уже внизу с малышкой. Всем пока, до встречи. В такую хорошую погоду захотелось прогуляться не только нам, но и также всеми, и можем птицам, например, к этому лебедю и туристам, которые сейчас смотрят окрестность. Ну, а мы гуляли долго по набережной. Здесь, например, это больше такой вот некий участок на набережной, где травка, природа. Здесь можно даже взять на прокат гриль. И, как видите, некие люди даже этим воспользовались. А еще вот такой вот весной появились первые птенчики. Вы посмотрите на этих утят, какие же они милые, симпатичные. Я просто не могла пройти мимо. Ну, они просто в самосовершенство. Ну, а после нашей долгой прогулки мы решили остановиться. Здесь вот такое вот некое кафе. И когда поднимается вода, кстати, это кафе потом плавает на воде. Там с дымой, допустим, а летом здесь очень даже здорово. Можно что-нибудь выпить и съесть кусочек там бирога или тортика. Но это часть набережной, которую обычно видят больше всего туристы. Потому что это более такая центральная, городская, если хотите. И ей тоже всегда очень приятно насладиться. Я в очередной раз у своего мужа выпросила самокат прокататься. Так что, да, теперь чуть ли не каждый день мы с моим мужем меняемся. Он берет коляску, а я самокат. Всем привет! Сегодня 1 апреля. Я только вернулась из прогулки. И хотела вам показать, как я сегодня была одета. Так что нички такой наряд дня. На мне было сегодня мое пальто Максмары. Очень им довольна. Ношу тепло, красиво, уютно. Дополнила таким вот подвлопосадовским платком. С синими цветами и с зеленым. Синие хорошо подходят под мою сумку. Вот сегодня была на мне вот эта вот сумка со мной. А зеленые отлично подходят под мою обувь. Что же у меня внизу? Вот так вот все это выглядит. У меня там джинсы такие вот темно-синие, которые я закатала, чтобы можно было увидеть мои носочки зеленые в ромбик. И снова же обувь на мне мужские такие Будапешты лакированные зеленые. И очень их люблю. Часто таскаю. Довольно. Итак, и хотела вам показать, что на мне было под верхней одеждой. Такая вот блузка в голубых цветах с принтами. Очень моя дочка ее любит. Особенно ей нравится вот этот вот бантик, который развязывается, конечно. Поэтому стараюсь его сюда вот куда-то вот сюда девать. Иначе они за эти кисточки не везде так вот еще шумят. Очень ей нравится. Сверху у меня кардиган. Кардиган верблюжевого цвета. Сегодня пришел мой заказ. И я на заказывала всяких лент. Смотрите, такое нежное розовое в горошек. Потом здесь вот такой вот баклажан фиолетовый. Нежно-розовый. Анатонный и кремовый. Хочу всякие бантики наделать, малышки какие-то ободочки. Поэтому и заказала. Плюс, конечно же, считаю, что когда упаковывать в подарки и завязывать такими вот лентами, становится намного шикарнее и красивее. Деречка здесь в креслице. И сейчас папа нам принесет наш обед. Все начинает свистеть, птички поют. Здорово, здорово, здорово. И у нас первая спаржа в этом году зелененькая. Видите, у меня еще сосисочка там. А так как муж у меня постержит, то у него без сосиски. И вот такой вот соевый крем, то есть никакого молока, никаких молочных продуктов. Итак, здесь картошечка, спаржа, сосиска, корень петрушки, морковка, красная цикла. И сам крем соевый. Что ж, все, кто кусает, приятного видита. Мы с Полышкой отправились в супермаркет за продуктами. И я решила взять с собой на прогулку и показать район Заксенхаузен. Здесь вот эти вот такие вот милые домики, где живут люди. Все очень красиво убрано. Хорошие красивые садики. И везде, смотрите, цветут деревья. Смотрите, какой здесь красивый дом. И вот все деревья, которые сейчас цветут, это магнолия. Ну, не только магнолия, но в большинстве магнолия. И это необыкновенная красота. Хотела бы с вами просто ей поделиться. Тут я хотела вам рассказать, что я купила красивые цветы. Хочу быстро их посадить, пока малышка спит. Но, как видите, с звуком катастрофа. Поэтому я решила его озвучить. Вот эти цветочки. Очень миленькие, такие миленькие. И одни называются Саксифрага или Питер Пен. Первые. И вторые тоже такие вот миленькие, симпатичные. И они называются Абриетта или Гамбургский городской парк. Вот. Сейчас я быстренько их посажу. И как раз к тому моменту у меня проснулась моя красавица. Очередная прогулка на майне. И смотрите, какой очаровательный огненный куст. Вот вдоль майна их очень-очень много таких кустов растут. И не только. И все в свету. Все так красиво. И кое-кто подсказал, что они называются Форезиция мне в инстаграме. Но так как сейчас все в цвету. И вот это вот дерево просто необыкновенной красоты. Видно вам, что там еще и пчелки летают. Сегодня у нас прекрасная погода. 18 градусов. И очень я рада, что последние дни так тепло. Наконец-то весна. Конечно, хочется все доставать более легкое, более красивое. Чему я непременно, конечно же, рада. Достала я свой тренч. Ношу с большим его удовольствием. И также я его украсила таким вот шарфом. Очень такой тоже яркий, синий, с всякими пятнышками. Вот, ну и на мне сегодня также джессики, которые я подкатала. Мне очень нравится, когда видна щиколотка. И из обуви тоже такой вот мужской стиль. Тоже Будапеште с вышивкой. Но они уже идут такие вот бежевые с белым молочным цветом на шнурках. Очень они не нравятся. Я прямо их достала с большим-большим удовольствием. Потому что это обувь, которая удобная на низком ходу, но в то же время элегантная. И очень интересно выглядит. Так что вот так вот я сегодня ходила с малышкой гулять. Мне лично очень и очень нравится. И пришел еще один заказ от Экуверти. Я заказала кое-что для мамы в подарок. И кое-что еще для себя. Сейчас давайте откроем. Вот это вот масло манго я купила маме в подарок. Потому что я просто его обожаю. Вообще все, что я обожаю, я обычно потом покупаю маме в подарок. Поэтому это явно мой must-have. Практически закончила тоже свое. Обожаю его. Дальше я заказала розовую водичку. Я купила недавно одну от Фарфала. Она мне, кстати, тоже очень понравилась. А это я купила от Аптия Натура. В общем-то это какая-то итальянская омарка. И вот на розе я так что посмотрю. Я надеюсь, что она будет хорошо пахнуть. Если не будет, то тогда я дам маме от Фарфала. Она у меня полностью новая. Я только пшик сделала, чтобы посмотреть, если она вкусно пахнет. Био Эрс. Снова же я вам показывала свой крем. Для области вокруг глаз. И мне в пробник уже давали этот серум. Поэтому я знала, что я покупала. Он мне очень понравился. И я решила его заказать. Очень-очень рада, что он ко мне пришел. Лили Лолу. И пробник пудры от Лили Лолу. Вот Альвы. Мне просто так понравились их тени. Я сейчас имя каждый день пользуюсь. Заказывала еще два цвета. Очень жду с ними сделать макияж. Но просто потрясающее качество. Недорого стоит. Мне пришла наконец-то ваша лылка для малышки. Я сказала пару вещичек. Самое главное это будет спальный мешок. Потому что везде спальные мешки с рукавами пропали. А я бы не сказала, что он прям так тепло, что можно было бы без рукавов. Поэтому я заказывала через интернет. И еще пару платьиц. Это марка Верпуде. Французская. Мне нравится много у них всяких вещичек. Плюс это хорошее качество. Так что давайте уже посмотрим, как все это выглядит. Ну, начнем, наверное, с главной вещи, почему я сделала заказ. С чего все началось. Это с спального мешка. Вот как он выглядит здесь. Такие вот маленькие бабочки. И внизу вышита большая. Очень хорошо выполнен. Очень качественно. Со строчки все сделано, конечно, здорово. Здесь от 6 до 18 месяцев. До 18, конечно, она у нас здесь не уместится. Я заказала ей еще вот такое вот платьице. В морском стиле. Потому что он такой вот полосатый, белый, синий. Я действительно рассчитывала на лето. У них на сайте самое красивое платье. Очень быстро распродается. И нет больше размеров. Такое вот платье из тюля. И оно в цветочек. Очень милое, нежное. Мне очень-очень нравится. Будем носить его главным убором. Так что вот такие вот у нас заказы. Мы сейчас в парке. У музея. Хотела пойти в кафе. Нам не досталось место. Там все полно-полно. Ну ладно, я хоть в декретном отпуске. А оказывается, я тут не одна такая, не рабочая. Зато мы сели на лавочку. Здесь в парке так классно. Птички пают, цвет цветет. Там вот у них две большие магнолии. Однозвездная магнолия. Ой, красиво. Благодать такая. Солнце, одно цветение. Очень-очень здорово. Малышка спит. Так что я здесь немножко посижу, почитаю. И потом пойду домой. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующих встреч в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok